Холодным утром на стадионе собралось около ста человек. Все они разминаются отдельными группами и волнительно ждут жеребьевку. Мало кто из участников турнира хорошо знает своих соперников, а потому из 12 команд перед стартом равные шансы имеют абсолютно все. Ну я думаю серьезно и интересно играть будет. Ну может зайдем в призы. Робкие разговоры об абстрактных шансах прервает жеребьевка. По ее итогам сформировалось 4 группы по 3 команды. Из каждой в плей-офф выходит только один коллектив. Поражение практически сразу выводит любую команду из турнира. По словам организаторов в этот раз количество новых участников достаточно, чтобы интрига с победителем сохранялась до самого конца. Есть 4 команды, которые стабильно играют. Остальные вновь организовываются, приезжают в гости. На таких турнирах можно встретить самые необычные названия команд. В этот раз были «Облачко» и «Сербы». Первые придумали название в шутку, а вот у вторых сразу несколько футболистов играли в Сербии. По мнению капитана команды Сергея Савальского это достойное усиление. В первом туре они одержали уверенную победу со счетом 4-2. Не без помощи зарубежного опыта игроков. Команда была достойно держалась. Как понять опыт, все-таки сыграл свою роль. Забили 4. Пропустили, конечно, 2. Но это, конечно, обидно было. Наши ошибки были. А голы хорошие, классические. Сразу все в первом туре сыграть не смогли. Команда МФК из Молокова ждала своего матча в хорошем настроении. Во время разминки игроки нашли время обсудить своих соперников. «У нас получается в группе, помимо нас еще две команды. Это Север Домодедова и команда еще одна из Молокова. Она так называется Молокова. То есть эти наши насельчане, грубо говоря, мы про них много знаем. То есть для нас эта команда не сюрприз. А Север я просто наслышан из-за таких турниров, что где-то они играли, но не сказать, что я что-то про них знаю». Домодедовский Север удивил не только своих соперников по группе. В финале они победили сербов и стали победителями всего турнира. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.